В Котласском районе открылась грузопассажирская паромная переправа через Вычигду. Навигация в этом году стартовала на две недели позже. После размытия переправы связь между Котласом и правым берегом Вычигды осуществлял пассажирский катер «Водник». Накануне стала возможна перевозка автомобильного транспорта. Паром выполняет четыре рейса в день. Билет для пассажира стоит 30 рублей, для легковой машины – 250. Восемь в десять, в два, в четыре. Эти рейсы будут у нас долго. Пока, ну я думаю, пока после половодия мы можем увеличить на полное расписание. И пятницу, воскресенье сделали в 18 часов. Мамы новорожденных малышей могут получать свидетельство о рождении ребенка еще до выписки, не выходя из роддома. К акции самый первый документ присоединилась и седьмая городская больница Архангельска. Там уже создано рабочее место для специалиста отдела ЗАГС. Процедура регистрации проста. Родителям нужно определиться с именем малыша, собрать необходимый пакет документов и передать его сотрудникам центра. Первый прием посетительниц состоится уже сегодня. Он будет вестись регулярно, один раз в неделю, по четвергам. Сегодня весь мир отмечает День метеоролога. Архангельские предсказатели погоды праздник встречают на посту. Сейчас нужно следить не только за изменениями атмосферы, но и за ледовой обстановкой. Несмотря на теплую погоду, лед на реках области еще достаточно прочный. Однако его толщина неравномерная. Это вызвано сильными перепадами температур. Сейчас мы проводим очень тщательное обследование льда, собираем данные погодные и в данном случае проводим наблюдение толщины льда. Сегодня вот мы намерили 64, на другой площадке 52. Поэтому в целом говорить о легкой ледовой обстановке не приходится. Уже в конце марта на площади у Архангельского драмтеатра появится бесплатный Wi-Fi. Получить одновременный доступ смогут более 200 устройств. Петровский парк – это пилотная зона. В ближайшее время бесплатный Wi-Fi появится в большинстве мест отдыха горожан и гостей города. В свет вышла книга «Правда севера. Портрет времени». Это подарок Архангельской телевизионной компании к вековому юбилею главного печатного издания региона. В основу издания легли 100 статей про наших мастеров и 100 имен художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Работа над изданием шла полтора года. О художниках некоторых ничего не было известно. Некоторые живут в Северодвижске или, допустим, в области. А что с ними, как они работают, над чем работают, это надо было узнавать непосредственно у них. Наши местные архангельские художники с этим было проще. Всегда отвлекались очень хорошо и с удовольствием отвечали на вопросы. В гостиных дворах в Архангельске заканчивают монтаж уникального для региона интерактивного выставочного проекта «Территория смелых». Выставка представляет собой воссозданную до мелочей полярную станцию 60-х годов. Все стены, пол, потолок, электропроводка и наглядные материалы выполнены согласно наставлению гидрометеорологическим станциям и постам 1956 года и оформлены по воспоминаниям полярников. На выставке также будут представлены метеорологические приборы, инструменты и предметы быта. Все они родом из 50-х-60-х. Открытие выставки состоится 29 марта, в день старта Международного арктического форума. Когда эта экспозиция будет завершена, я думаю, что здесь не будет ничего, что, во-первых, выбьется за рамки этого периода, а во-вторых, здесь все будет аутентично и точно сделано и повторено, в том числе и благодаря воспоминаниям ветеранов. 29 марта в Архангельске начнёт работу выставка экспозиции региональных учреждений профессионально-технического и дополнительного образования. Сегодня в Архангельском кадетском корпусе приступили к её монтажу. По неподтверждённой информации, 30 марта во время проведения арктического форума выставку посетят зампредправительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин и министр образования и науки Ольга Васильева. Результаты своей работы продемонстрируют 16 учреждений доп. образования региона. Это плетение из бересты, плетение из корня, это резьба по кости, вышивка, ткачество. Возможно, даже если какие-то гости захотят попробовать инструменты, материал, то им будет такая возможность предоставлена. В Котласе прошёл 26-й открытый чемпионат по пауэрлифтингу, жиму штанги, лёжа и становой тяги. Несмотря на городской статус состязания, участие в нём также принялись спортсмены из Лоузы, Вельска, Великого Устюга, Коряжмы и Вычегодского. Самому молодому тяжелоатлету 13 лет, старшему 56. В этом году организаторы добавили в чемпионат новые номинации. Одна из них – дуэль спортсменов в многоповторном жиме фиксированных весов. Победителем среди мужчин и женщин в весе штанги 125 килограммов стали Котлашани. В весе 150 кило выиграл Устюжанин. Впервые в турнир были внесены и элементы силового шоу. Интересный вид спорта. Борьба с самим собой. Хочется большие рекорды поставить. Стать мастером спорта, как говорится. Первенство Северо-Западного округа России по боксу проходит в Новодвинске. В город Бумажников прибыли более 100 спортсменов из 10 регионов Северо-Запада. Накануне в первый день соревнований на ринге сражались 12 пар боксеров в весовой категории от 50 до 90 килограмм. Член сборной Архангельской области новодвинец Андрей Жуков принес первую победу в копилку сборной. Соревнования подобного уровня проводятся в Новодвинске уже второй год подряд. Для нас очень важны такие турниры. Ребята у себя дома могут показать отличные спортивные результаты. Этот турнир будет отборочный на чемпионат России, на первенство России. И, естественно, мы у себя дома можем выставить достойную команду для того, чтобы помериться силой со спортсменами из других регионов. Завтра в Архангельске и по области облачной с прояснениями погоды в большинстве районов пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5, днем от минус 1 до плюс 4. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин